Я уже здоровалась сегодня, больше не буду здороваться. Но хочу сказать, блин, я такая капуша, просто какой-то пипец. Вот я с вами поболтала чуть-чуть после завтрака. За это время я помыла плиту по духовку, и то не до конца. И теперь я уже хочу завтракать. Ну, я, конечно, отвлекалась на YouTube, да, отвлекалась. Гришна, ну, меня мотивирует. Вот посмотрела мотивашечку на уборку. Хотя убираться не буду, ну, как-то так. А может, и буду убираться. Сейчас я себя замотивирую. Я вот вам сейчас покажу, что у меня тут наставляет, творится. О, вот. И раз уж я это покажу, то я буду должна вам потом показать, что происходит. Что я смогла все-таки сделать это. А на улице фигачит очень сильный дождь. И как вы думаете, чем бы я сейчас лучше занялась? А я бы лучше сейчас пошла бы ко спасти. Но я не пойду. Пусть там муж их кормит чем-нибудь, чем хочет. А я буду, ну, сейчас завтракать и убираться все-таки. А угадайте, что у меня на завтрак с трех раз. А может быть, с одного раза хватит. А на завтрак у меня сегодня творог. 84 грамма. Ну, это не специальная дозировка. Это просто я одну ложку вот так положила на весы. И оказалось, что это 84 грамма. Хочу еще похвалиться. Леночка, извини, что я жую, но я, видишь, выключаю теперь камеру. Вот. Сегодня проснулась, холодно. Говорю, холодно, холодно. Муж принес мне. Я постирала свой халат, он у меня на улице висел, сушился. Он говорит, а что ты не принесешь? Принеси. Я говорю, да, надо принести. И смотрю, пошел, принес сюда, повесил к теплой стеночке. Заботится обо мне, старается. Решила, я буду хорошие тоже вещи рассказывать вам. А то получается так, что я ничего не рассказываю, не рассказываю. А потом раз, какое-нибудь переживание, я рассказываю. И получается так. У нас с дочкой так же мы общаемся. Тоже получается, что она мне, например, что-нибудь не делится, не делится. Потом раз, пожалуется на Игайка. И я ей говорю, а хорошее, а хорошее. И вот так же я и про себя поняла, что вот я не рассказываю хорошее, и потом выходит, что муж у меня плохой. А муж у меня хороший, видится, заботливый. Вот он обо мне сегодня позаботился. А ведь все складывается из мелочей. Вы со мной согласны, девчонки и мальчишки, что именно вот эти мелочи, они и складывают отношения наши друг к другу. Вы знаете, что меня ютуб дисциплинирует. Я вот встала с утра, я не хотела даже причесаться у нас. Сегодня будет баня. Голова не мыта. И я вот пошла, причесалась водой, намочила. Вместе даже укладывается пенка для укладки волос, так, чтобы они лежали, не торчали. Так что стараюсь для вас быть хоть чуть-чуть красивее. Чай пить не буду, пока сможем. Потом пойду-пойду на столе убираться. Вот поставила будущий творог подогреться. Температура вам сейчас показала 26 градусов. А должна быть, вчера была, во всяком случае, температура 37-38, чтобы творог делать. Ну и придется подогреть. А то получается так, что стоит за сутки полностью не готов. А творог надо, чтобы был по технологии. Поэтому я мечтаю о такой штуке, которой делают сыр. Там можно и сыр делать, и творог делать, и все что угодно. И молоко охлаждать, и подогревать. В общем, мечты есть, цели есть. Надо стремиться. Я сегодня с утра вакуум не сделала, безобразие какое-то. Ну-ка, я сейчас сделаю после творога. Ну что, кстати, получается, сейчас еще несколько раз сделаю. Хотите, тоже сделайте. Живот плоский будет, помогает. Представляете, стала на столе разбирать. Оказывается, я забыла гороховый суп, я хотела сварить. Горох-то я вчера замочила, с утра он стоит у меня замоченный. А я вместо этого сварила борщ. Вот так получилось. И про горох забыла вообще. Уже говорю, поколи орехи. Он поколол. Вот они стоят. Уже там что-то не поймешь. И вода какая-то. Вот так мы орехи едим. Когда свои-то покупать не надо. Хотите приколоться, как я убрала их с стола? Ну, сначала покажу стол. Да, вот я с него все убрала. А вот другой стол, который был пустой стол. Теперь на нем почти все, что я убрала с того стола. Ну, что-то я уже частично помыла. Но сейчас и с этого уберу. Вот такая уборочка у меня, да. Да, девчонки, все-таки от мужчины очень зависит настроение. Ну, у девчонок от мужчины, а у мальчишек от девчонок, когда они есть. Вот схожу сегодня и все утро улыбаюсь, как дурчика. Хорошее настроение. А всего надо-то было поговорить, высказать. Ну, получить, конечно, хороший ответ, адекватный. Теперь буду всегда общаться с WhatsApp. Я даже вчера спросила у мужа. Говорю, ну мне как с тобой теперь? Лично разговаривать? Или, может быть, на WhatsApp? Он говорит, а как хочешь. Ну, таким образом я получила согласие, что значит, ему и на WhatsApp нормально. Говорю, тихо, потому что вроде бы он рядом, где-то здесь, по секрету. Мне вот кажется, что я мало дел делаю. Там хозяйка плохая. А сейчас вот так смотрю на себя. Вот уже сколько что сделала. Где-то прибралась. Сейчас вот тесто на пирожки поставлю. Правда, делается это не я, как мамы сделать. Ну, не пирожки, а плюшки она делала. Сахарная. Я тесто делаю. Немного, ну, времени немного занимает, но занимает все-таки. Так, три ложки сахара. Соли, большие ложки. Муки. Сейчас посмотрю, сколько муки. Муки 500 грамм я кладу. Рецепт записываю. Каждый раз не помню. Я в каком-то видео говорила, что мы не покупали вот такую муку в бурюке. Но, на самом деле, мука только на выпечку идет. На пирожки, на выпечку. Соли, да. А хлеб из нее плохой получается. Мы купили, потому что она дешевле стоит. Пятьдесят три, что ли, рубля она стоит. Так что, друзья мои, хорошая, я хозяйка. Ну, не идеальная. Я все-таки стараюсь для семейки. Так, что у нас это? Нет, не все. Я забыла масло, заболтавня. Вот такая болтушка. Ну, ладно. Размешиваться будет сразу, поэтому все равно в каком порядке. Это хлеб надо, дружи, но мы кусаемся. Масло все равно. Так, ну все, что хотел сказать. Все, сейчас нож придет, буду обедом кормить. Так что видео загружаю. Пока.